мегалодон одна из самых главных угроз доисторического мира опасная и очень большая акула которая уничтожала буквально всех на своем пути однако даже у такого монстра были свои враги и некоторые из них доставляли мегалодону кучу проблем в этом выпуске я покажу вам именно таких животных которые были в сто раз опаснее мегалодона левиафан когда речь заходит о мегалодоне многие люди говорят или думают что эта акула была непобедимой и практически неуязвимой однако левиафан с этим поспорил бы мелвилов левиафан это пожалуй самый главный конкурент мегалодона вполне можно сказать что это животное было гораздо опаснее мегалодона и что интересно жили они в одно и то же время левиафан это по сути древний кашалот только он был гораздо мощнее своих современных потомков в длину эти гиганты достигали почти 18 метров весили 50 тонн даже самые крупные мегалодоны уступали левиафаном в размере также мегалодоны уступали левиафаном в плане своего главного оружия и гордость зубов название мегалодон переводится с греческого как им большой зуб и тут не поспоришь зубы мегалодона реально огромные они могли достигать 19 сантиметров только вот если исходить из этой логики то мегалодонам стоило назвать именно левиафана ведь зубы крупнейшие особи достигали около 40 сантиметров в длину превосходство в два раза это что-то невероятное и левиафан и мегалодон питались одним и тем же они охотились на китов и крупных рыб добычи на всех не хватало много ртов всего на всех не хватает поэтому левиафан и мегалодон конкурировали друг с другом вступая в ожесточенные битвы левиафаны почти по всем параметрам были круче мегалодонов они были умнее как-никак это киты у них была развита эхолокация у них были гигантские зубы а по размерам они затмевали любого мегалодона до мегалодон мог победить но только в редких случаях в прямых столкновениях доисторический кашалот часто брал вверх над опасной акулой попросту перекусывая ее пополам это все равно что сравнить современную белую акулу и кашалота хищница едва ли сможет что-то противопоставить зубатому киту зига физитер на очереди у нас еще один кашалот зига физитер воролай это вымерший вид китообразных которого часто называют кашалот убийца тут все справедливо кашалот потому что он был родственником доисторического кашалота левиафана а убийца потому что он был беспощаден зига физитера кстати часто сравнивают с современными косатками которые также известны как киты убийцы в плане размеров зига физитер уступал своему старшему брату левиафану в длину эти кашалоты достигали лишь 7 метров зубы у них тоже были меньше но в то же время примерно такие же как у мегалодонов около 15 20 сантиметров в длину в отличие от левиафана который полагался на таранную мощь и невероятные размеры зига физитер вероятно пользовался своими небольшими размерами и устраивал ловкие и быстрые маневры во время охоты на мегалодонов да он действительно охотился на них ведь жили они в один и тот же период помимо этого зига физитеры успешно пользовались эхолокацией которая позволяла им ориентироваться в пространстве и засекать засады в том числе и от мегалодонов так что напасть на этого кита из-под тишка было нереально он считывал информацию пресекал атаку и жестко расправлялся с мегалодонами а также другими крупными доисторическими созданиями аула физитер и еще один хищный кит по названию понятно что аула физитеры состояли в родстве с зига физитерами они были похожи ученые считают что аула физитеры обитали вместе где сейчас находится панама тогда она еще была под водой на ее месте располагался своеобразный пролив именно через этот пролив переплывали многие морские создания того времени которые обитали в водах около северной америки и именно в этом проливе часто охотились мегалодоны аула физитеры любили подпортить им охоту и сами нападали на этих хищников их главной фишкой была численность аула физитеры плавали в группах поэтому представляли огромную опасность для любого доисторического животного включая мегалодона леопливродон а вот и первый участник подборки который никогда не пересекался с мегалодонами леопливродон жил примерно 160 155 миллионов лет назад мегалодонов тогда и в помине не было зато было полно динозавров и этот плезиозавр не боялся их все как раз наоборот леопливродон был настолько мощным и бесстрашным что это динозавры боялись его когда он вылетал из воды бросался на берег и съедал какого-нибудь зазевавшегося ящера впрочем в основном вся его деятельность проходила в воде имея огромные ласты леопливродон был прекрасным пловцом он размахивал ластами как крыльями поэтому был по сути подводной птицей гигантский плеозавр набирал приличную скорость и глубоко нырял поэтому едва ли кто-то мог от него скрыться в основном его добычей становились рыбы крупные головоногие а также морские рептилии если бы мегалодон жил в одно время с леопливродоном его бы ждала та же участь так каковы силы противника в бою леопливродон двигался бы быстрее мегалодона поэтому смог бы измотать акулу и справиться с ней также он мог бы напасть на нее сзади исследования черепа показали что леопливродон мог улавливать запахи в воде своими ноздрями хищник мог бы вынюхать где прячется мегалодон незаметно подплыть к нему сзади и устроить жесткую расправу дунглиастей один только вид этого создания говорит о том что оно было крайне опасным все так дунглиастей это типичный монстр очень давних времен существо жило еще задолго до появления динозавров около 415 360 миллионов лет назад мегалодона и дунглиастей разделяет примерно 400 миллионов лет эволюции но несмотря на это старичок точно задал бы акуле жару по размерам дунглиастей заметно уступает мегалодон он в разы меньше зато у него есть потрясающее оружие челюсть что интересно в отличие от того же мегалодона в пасти дунглиастея были не зубы а костные пластины кому-то может показаться что они хуже зубов но только не в случае с дунглиастеем своими пластинами монстр буквально сокрушал и дробил добычу сила укуса дунглиастея была мощнее чем у многих современных акул что дает ему неплохой шанс победить мегалодона в потенциальном состязании ну а если бы перед ним оказался маленький мегалодон дунглиастей даже не стал бы его есть просто мгновенно открыл бы рот и мощный поток воды засосал бы акуленка впасть до исторического монстра да и назух но все же даже со своими костяными пластинами дунглиастей заметно уступал мегалодону в плане силы укуса с дейна зухом ровно противоположная ситуация ведь ученые еще не нашли ни одно создание которое кусалось бы сильнее чем этот грозный и гигантский доисторический крокодил расчеты ученых показывают что сила укуса дейна зуха примерно втрое превышала силу укуса мегалодона то есть крокодилу даже не пришлось бы прикладывать много сил чтобы раскусить злую акулу сам мегалодон тоже не смог опробовать на себе эти зубки потому что дейна зух жил за десятки миллионов лет до него зато такой горький опыт испытала немало динозавров будучи огромным крокодилом длиной до 12 метров и весом свыше 8 тонн дейна зух не стеснялся охотиться на многих динозавров также эти крокодилы с легкостью дробили панцири гигантских морских черепах ели крупную рыбу и засовывали себе в гигантскую пасть практически любую добычу ей мог бы быть и мегалодон не думаю что акула одолела бы столь ловкого и мощного крокодила к слову подобное происходит и сейчас крокодилы и акулы изредка пересекаются друг с другом и устраивают сражения в большинстве случаев побеждают крокодилы они более маневренные и ловкие у них сильнее укус и прочнее кожа в этом плане лучше всех справляется грибнистый крокодил крупнейший современный крокодил и обладатель сильнейшего укуса планеты прямо сейчас уверен он смог бы потягаться с мегалодоном и устроить ему трепку как и несколько других современных животных давайте посмотрим кто еще мог бы противостоять мегалодону кашалот раз доисторические кашалоты убийцы были главными врагами мегалодона то и современные кашалоты могли бы доставить этим хищным акулам множество проблем в отличие от многих других китов кашалоты хищники они без труда разделываются с огромными кальмарами а также могут вступить в бой с акулой кашалоты очень крупные самцы вырастают до 20 метров в длину и весят около 40 тонн такую махину просто так не прокусишь и не завалишь поэтому мегалодоном как минимум пришлось бы не просто в битвах с современными кашалотами а как максимум зубатые киты без труда расправились бы с ними в считанные минуты было бы справедливо свести мегалодона в битве с другой акулой на мой взгляд отличным претендентом могла бы стать бычья акула многие ученые признают именно ее а небольшую белую самой агрессивной и опасной современной акулой планеты эти хищники беспощадно расправляются со скатами дельфинами морскими черепахами и ракообразными бычья акула конечно уступает мегалодону в плане размеров но она могла бы победить несколько не особо сильных мегалодонов за счет своей безбашенности бесстрашия и неудержимой агрессии в общем победить она могла бы за счет своего характера змея белчера и напоследок необычный оппонент для акулы морская змея конкретно эта морская змея даже близко не такая агрессивная как та же бычья акула или другие участники этой подборки зато она обладает невероятным ядом нескольких миллиграммов яда змеи белчера достаточно чтобы прикончить тысячу человек если как следует разозлить эту змею она обязательно воспользуется своим супер ядом в полную силу поэтому в потенциальной битве с мегалодоном эта морская змея могла бы отравить акулу укусив ее в уязвимое место например в жабры в таком случае мегалодон мог бы скончаться достаточно быстро на этом все напишите в комментариях какое животное лично вы считаете сильнейшим противником для мегалодона и спасибо вам большое за просмотр